Здравствуйте, в эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева Черкис. Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» продолжает мониторинг безопасности пешеходных переходов у школ, детских садов и социально значимых учреждений. Какова оценка состояния и безопасности, и как прошла проверка, расскажет Дарья Тендит. Меньше месяца осталось до начала нового учебного года. Вопрос безопасности на дороге является частью стратегии комплексной безопасности детей в России, утвержденной указом президента. Подобный мониторинг проводят каждый год в рамках партийного проекта партии «Единая Россия. Безопасные дороги». Мы получили техническое задание провести мониторинг пешеходных переходов вблизи детских садов, школ, других учреждений, связанных с нашими детьми, детские поликлиники, детские больницы и так далее. В состав рабочей группы вошли представитель мэрии Черкеска, представитель госавтоинспекции МВД, представители, сотрудники регионального комитета партии «Единая Россия». Мониторинг происходил около социально значимых мест для детей – детские сады, школы, детская поликлиника и детская больница. В ходе совместного мониторинга на данном объекте возле дошкольного учреждения были проверены пешеходные переходы, дорожные знаки, дорожная разметка, которые все соответствуют требованиям национального стандарта. На данном участке нарушений не выявлено, поэтому все соответствует требованиям. Путь детей от дома до школы и обратно должен быть безопасным. Специальные обозначения на дороге, разметка, дорожные знаки, освещение и светофор. Но также важно проводить с детьми инструктаж о безопасности пешехода. Приглашают представителей ГИБДД. У них есть паспорта безопасности. Детям, соответственно, в рамках этих классных часов дети изготавливают памятки. Эти памятки вложены в дневник, где всегда можно увидеть и схему размещения дорожных пешеходных переходов. Жалоб со стороны родителей в плане безопасности перехода дорожного движения, что касается именно школы, жалоб не было. Несчастных случаев тоже не было по этой школе. Ранее был, но не по вине ребенка. Не по вине ребенка он переходил вот здесь на светофоре нарегулированном и на красный звезд проехал машины. Мониторинг показал, что критичных нарушений нет. Информацию о необходимости обновления разметок передадут местным властям. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Сохранить историю в лицах. Проект «Хранители наследия» стал победителем в конкурсе «Росмолодежи» и получил грант. Руководитель проекта Армеда Капушева и известный в Карачаево-Черкесии фотограф Ренат Урусов загорелись идеей запечатлеть людей, прошедших тяжелые годы депортации. Алихан Лепшоков подробнее. Мы хотим сохранить память о нашем старшем поколении, который пережили тяжелые годы депортации и внесли свой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. Руководитель проекта «Хранители наследия» Армеда Капушева и ее настанью к реализации данной инициативы известный фотохудожник Карачаева-Черкесии Ренат Урусов постелит 92-летнюю бабушку Баблину Лепшокову, которая долгое время проработала учителем в ауле «Козелоктябрь». Ребята будут снимать семейные портреты с участием самих героев и их родственников. Важно отметить, что эта инициатива одержала победу в грантовом конкурсе Росмолодежи. Чтобы донести молодежи всю важность этих событий, а не просто приходить и диктовать им какие-то монотонные лекции, эта идея мне пришла после фотошколы, которая проводилась тоже на базе Карачаева-Черкесского государственного университета. Я увидела, что молодежи очень интересуются фотографией. Я увидела, что фотографии можно передать больше эмоций, больше историй, чем какими-то словами, лекциями. Проект реализуется в рамках года педагога и наставника. Все герои наших фотографий являются не только очевидцами периода депортации карачаевского народа, но и долгое время работали учителями, воспитали несколько поколений в республике. Каждый кадр бесценен, и мы уверены, что это позволит сохранить богатую историю нашего народа, отметил фотограф Ренат Урусов. Тема у нас связана так или иначе с депортацией, потому что педагоги и наставники, которые прошли депортацию, их небольшая история. И, конечно же, этот проект, как и многие другие проекты, которые у меня были до этого, они тоже были связаны с депортацией. С каждым годом будет только набирать свою популярность и актуальность. И, к сожалению, это связано с тем, что с каждым годом, с каждым днем таких людей, вот наших бабушек, дедушек, становится все меньше и меньше. И поэтому, конечно, целью является собрать определенный материал, фотоархив, и, конечно же, вот эту информацию, которую мы больше, просто нам негде будет ее брать. Несмотря на свой возраст, бабушка Баблина Лепшокова ведет активный образ жизни, не теряя чувства юмора. Смешные видео с ее участием покорили мир интернета. Вместе со своим внуком Асланом Альмиисовым снимают различные лайфхаки. Меня попросил директор, чтобы взяла какой-то класс. Второй класс, по-моему. Я взяла второй класс. Второй, третий, четвертый, в общем, их учила. Вот так. А так в вечерней школе я долго работала. Ну, там в вечерней школе взрослые люди учились тогда. Потому что оттуда приехали все неграмотные. Многие не умели даже заявление писать. И в вечерней школе вообще трудно было работать. По завершению проекта будет проведена фотовыставка семейных фотографий с героями и с информацией о их жизнедеятельности. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Прикубанский район. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин В Дагестане в рамках празднования столетия со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова прошел Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии», цель которой – укрепление дружбы и добрососедства между народами России. Форум собрал журналистов региональных, федеральных и зарубежных средств массовой информации. Более 60 телерадиокомпаний и студий страны представили сотни работ. На протяжении трех дней журналисты принимали участие в мастер-классах, творческих конкурсах и круглых столах, выполняя основную миссию фестиваля развития национального вещания. Наша телерадиокомпания тоже представила свои работы. Две из них стали лауреатами фестиваля «Голос Евразии». Это материалы начальника службы радиовещания ГТРК Крачево-Черкесии Умара Тикеева и продюсера телекомпании Мадину Лайпановой. Зарядка со стражем порядка. Сотрудники МВД Покрачева-Черкесии присоединились к Всероссийской оздоровительной акции. Полицейские совместно с общественниками от Совета при территориальных органах проводят спортивные занятия для детей в общественных местах, образовательных организациях и летних лагерях. Цель акции – пропаганда законопослушного поведения, здорового образа жизни и была она приурочена ко дню физкультурника. Ахмат Халкесчев продолжит. Площадкой для старта акции на территории Крачева-Черкесии полицейские и общественники выбрали детский летний лагерь «Лесной». На утреннюю зарядку с бойцами спецподразделения ГРОМ МВД Покрачева-Черкесии и сотрудниками отдела МВД России по Прикубанскому району вышли более ста ребят и вожатых. Работа профилактическая с детьми, она как бы рассчитана на долгую перспективу, то есть дети приобщаются к здоровому образу жизни, в первую очередь, а во-вторых, видят сотрудников полиции в такой атмосфере дружелюбной, общаются с ними, что вызывает в первую очередь доверие, а отсюда уже законопослушное поведение детей, то есть уважение к закону, уважение к сотруднику как представителю этого закона. Полицейские продемонстрировали школьникам приемы боевого самбо по задержанию преступников. Стражи правопорядка также рассказали о том, как обезопасить себя от преступных посягательств и быть в хорошей физической форме. Это было очень интересно. Я бы хотел сказать большое спасибо тем, кто пришли сюда и сделали это мероприятие для нас, ведь это может очень сильно помочь в дальнейшем детям. Я буду защищать слабых и заступаться за девочки, за слабых. В продолжении темы здорового образа жизни о первополномоченной Управлении по наркоконтролю МВД Республики Амина Хакунова рассказала подросткам о вреде наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством за незаконный оборот. На что в основном акцент делался в этой лекции? Чтобы вообще наркотики не употреблять, никогда не брать ни у кого и так далее. Соблазм был? Соблазм не это никогда. А чем это опасно? Опасно? Ну, не хотелось бы, как Майкл Джексон, умереть от передоза наркотиков. Представитель общественного совета при МВД по Крачаевой Черкесии Марк Кириенко, ветеран подразделения специального назначения, руководитель спортивного клуба военно-педагогического воспитания молодежи, Калибри дал возможность детям продемонстрировать навыки стрельбы из пейнтбольного оружия. К Тиру всегда интерес лучше высокий, потому что в каждом ребенке есть момент азарта. Это все равно идет вовлечение детей. Дети, кто-то зажгется, кто-то построит свои планы и получат, может, не все запомнят, но получат полезную информацию. Кроме нас никто не покажет, не объяснит, грубо говоря, что такое хорошо, что такое плохо. Это очень важно. Подобные мероприятия проходят во всех районах республики, если говорить о Крачаевой Черкесии. Но акция всероссийская и проводится в масштабах всей страны. Было очень интересно, впервые попробуйте пострелять. Сколько попаданий? Три попадания было. А из какие я не помню, я не читала. Ну, хотелось бы пойти на военное, но, думаю, меня не отбудут от родителей. В завершении спортивного праздника полицейские и общественники вручили дипломы самым активным ребятам. Ахмад Халкетчев, Мухаммед Ашебуков, Вести Крачаева, Черкесия, Прикубанский район. Теперь на госуслугах можно получать электронные налоговые уведомления. Воспользоваться услугой можно в любой момент. В документах указываются налоги за прошедший год. На имущество физических лиц, земельный, транспортный и НДФЛ. Все начисления и платежные реквизиты поступят в личный кабинет на госуслугах не позднее, чем за 30 дней до оплаты. Согласие на подключение подписывают усиленной электронной подписью. Для этого потребуется приложение «Госключ», рассказал исполняющий обязанности руководителя Федеральной налоговой службы Расул Тикеев. Если у налогоплательщика нет данного сервиса, нужно его скачать. Зарегистрироваться на нем, это даст возможность подписать электронное заявление. После подписания заявления и отправки документов, они попадут в налоговый орган. И в течение минуты Федеральная налоговая служба ответит о приеме получения данного заявления. Если налогоплательщик решит отказаться от получения данных электронных документов, ему удобнее получать их по почте. Он также может на госуслугах написать заявление об отказе. Не нужно идти на почту, получать документы. Здесь на месте будет получать у себя на гаджете все документы от налоговых органов. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!